Почти 5 миллионов рублей в этом году выделили Сарову в рамках национального проекта «Культура». Эти деньги пошли на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных материалов в детскую музыкальную школу имени Балакирева. Все средства освоены в полном объёме. Закупленный материал уже используют на занятиях. Глава города предложил оценить реализацию нацпроекта «Культура» в Сарове как належащую. Напомним, по поручению губернатора в конце года городские думы обязаны дать оценку нацпроектам на своей территории. В городе реализовывалось 6 национальных проектов. Это традиционное образование, демография, культура, жильё, городская среда, экология и малое и переднее предпринимательство. Оценка даётся не по всем проектам, а только по тем, по которым из различных бюджетов доводилось финансирование. В рамках нацпроекта «Образование» выделили деньги на закупку государственных символов и создание в каждой школе института советников-директоров по воспитанию, которые занимаются в том числе патриотической работой. Все средства освоены, администрация предложила оценить исполнение как надлежащее. Сложности возникли с реализацией нацпроекта «Экология». Речь идёт о реконструкции техническом перевооружении канализационных очистных сооружений в рамках проекта «Оздоровление Волги». Действительно, это сложный проект. Ещё раз напомню, основные сложности, с которыми мы сталкиваемся, это реализация реконструкции на действующем объекте. То есть мы не можем остановить процесс очистки сточных вод, мы не можем построить это в поле, поэтому всё это работает достаточно в живом механизме. Отдельные узлы выводятся, отдельные резервируются. В этом году все работы вели по графику, и на этом этапе по оценке администрации нацпроект исполнили на 100%. Ещё один проект «Жильё и городская среда» на 2022 год выделили финансирование на один проект – благоустройство сквера на проспекте мира. Его реализацию также предложили оценить как надлежащую. По всем проектам «Культура», «Образование», «Экология», «Жильё и городская среда» считаем, что оценка национальных проектов, реализованных на территории 2022 года, является надлежащей. В следующем году в рамках тех же нацпроектов планируют закончить реконструкцию очистных и продолжить работы по благоустройству сквера на проспекте мира. Это так называемая вторая очередь, если будет выделено финансирование. Также в рамках адресно-инвестиционных программ должны завершить строительство школы «Назорги» и Центра культурного развития, реконструкцию стадиона 12-й школы. Кроме того, должна быть закончена работа на Негина, Чкалова и Чапаева. Екатерина Пёнова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.